Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас середина уже месяца, 15 сентября, пятница 2023 года. Солнечно, ой, как светит солнышко, погодка, супер. Не жарко, не холодно, но утром у нас было всего плюс 6 градусов. Ну, что поделаешь, уже осень набирает обороты. Вот я говорю, середина сентября. А новость у нас будет, следующее, друзья. Латгальский язык будут изучать 46 школ. Деньги отберут у другой программы. Да, вот прям так и сделают. Деньги отберут у другой программы. Министерство образования и науки МОН. Выделило финансирование на изучение латгальского языка с 1 января следующего 2024 года. 46 учебным заведениям латгальского региона. Подавшим заявки, пишет Зиена. Эти регионы подали заявку. 46 учебным заведениям латгальского региона. Латгальский язык будут изучать в рамках образования по интересам. И эти деньги не могут быть использованы на другие цели. Скажем, на хор, кружок, робототехники или какой-либо другой. Сколько вы в одних целях деньги выделили? На эти нет. Ни на хор, ни на кружок, робототехники или какой-либо другой. На это полугодие деньги не выделены. Повторяю, на это вот полугодие деньги не выделены. Поэтому предлагается выделить их из средств на непредвиденные случаи. Вопрос обучения латгальскому письменному языку и необходимого для этого финансирования уже несколько раз обсуждался в Сейме. Поскольку завершился финансируемый Латвияс Валтсмежи проект, в котором участвовало около 20 школ. МОН, Министерство образования и науки, обещает, что деньги на эти цели найдутся. Правда, не с 1 сентября, а с 1 января следующего года из средств, предназначенных для обучения по интересам. Интересно, такой интерес, по интересам найдены и источники, откуда их взять. Вот этот интерес сейчас проявится. Откуда же их сейчас возьмут? Это я добавляю, друзья. Извините. Откуда их взять? Из денег, запрошенных агентством латышского языка на укрепление латышского языка. И из средств на переквалификацию педагогов. Как вам? Зашибись? Дальше слушайте. На данный момент нет ответа, будет ли и когда, будет ли и когда постоянное финансирование, сказала парламентский секретарь Министерства образования и науки МОН Сильвия Рейнберга, которая готова взять на себя координацию этого вопроса на министерском уровне. Финансирование будет целевым. То есть, директорам школ не разрешено использовать его ни для чего другого. Понимаете? Вот оно что. Министерство образования и науки МОН будет первые месяцы тщательно следить. Понимаете? Следить будут. Дадут и будут следить. Я не зря эту новость вам. Слушайте. Хотел сказать и повинуйтесь. Господи, помните эти мультики? Слушайте дальше. Тщательно будут следить, что происходит в этих 46 школах. Ужас не могу. Вы понимаете, о чем речь идет. Так послушайте немножечко еще. Все, заканчиваю. Если спрос будет высок, министерство подумает, подумает министерство, о более широкой поддержке. Возможно, в масштабах всего Латгальского региона. Друзья, как вам такое? Ну вот. Пожалуйста, напишите комментарий, что вы думаете за вот этим выделением денег и так далее и тому подобное, друзья. Повторяю, Латгальский язык будут изучать 46 школах. Деньги отберут у другой программы. Вот я заголовок когда прочитал, это все было понятно. А пишите вы комментарии, как вы, что вы думаете. Поставьте лайк под видео. Поделитесь с друзьями в социальных сетях просто так с друзьями. Ну, где вы встречаетесь с друзьями. Поделитесь. Подпишитесь. Большая просьба. Никого не принуждаю. Просто всех заставляю. Прошу, друзья. Да, конечно же. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Вот сам чуть-чуть ты болел. Ну, ничего, друзья. Заранее и после этого изложенного мною чуть-чуть извиняюсь. Да, голос немножко подсел. Да, 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 да. Всем большое спасибо за поддержку нашего канала. Ну, я вообще я прочитал. Я лично шокирован вот этим вот. Они отберут откуда-то и будут следить еще. Чтобы деньги... Ух! Да, друзья. Где мы живем? В каком... Ой! Какими руководителями нам приходится сталкиваться и жить? Интересно, в других странах... Я хотел бы заканчивать. В других странах... Да, я читаю, конечно, нет такого барбота нигде, друзья. Нет. Нет. Что-то такое... Ну, только не такое, друзья. Что-то, конечно, есть, естественно, свои минусы и плюсы, но такого... Да. Пишите комментарии. Все, друзья. Всем еще раз большое спасибо за поддержку нашего канала. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. До свидания, друзья. Наступают выходные, но мы с вами еще увидимся, друзья. До вечера еще далеко. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok